И откроем маску Юрки Блана. Человек уже отказывается принимать себя таким, какой он есть. Благодаря нашим зрителям мы смогли разблокировать аккаунт. Мы, девушки, не должны такое терпеть. Сердце потом разбилось, чтобы узнали, что это девушка. И вам придется работать психотерапевтом несколько лет и потратить на это кучу много денег. Тату, это навсегда! Всем привет, с вами Тату Тим. И сегодня мы собрались, чтобы серьезно с вами поговорить. Настал тот день, когда мы ответим на ваши вопросы и откроем маску Юрки Блана. Всем привет! И вот настал тот день, когда нужно раскрыть всю правду, рассказать вам и быть максимально честными. Мы хотели попросить у вас прощения за то, что долгое время обманывали вас. От всей души и сердца извиняемся нам. Нам очень стыдно. Но теперь мы готовы раскрыть всю правду, чтобы быть честными с вами. Не спешите делать для себя выводы. Сейчас мы вам все объясним. Надеюсь, вы сможете нас понять и принять. Наверное, вам всем очень интересно, почему уже мы врали о том, что на самом деле я не являюсь Юрки Бланом. И об этой истории даже не знают мои родители. Вы все вместе узнаете. Все началось где-то с восьмого, с девятого класса школы. В это время я подвергалась к многочисленному. Была череда, когда ко мне домогались. Мужчины всех возрастов. Там мальчик, парень, мужчины разные. Бывали то, что даже старые люди. И из-за этого я очень сильно травмировалась. То есть какое-то время... Какое-то время мне не хотелось... Даже... Нет, да. Какое-то время мне не хотелось быть девушкой. Я просто хотела стать серой мышкой, чтобы меня никто не замечал, чтобы никто на меня не смотрел, ничего не говорил. И пройдя кастинг, ну, мы все понимали то, что по-любому в нашей аудитории будут парни. И чтобы избежать ещё более сильных травм, мы решили надеть маску. Конечно же, я решила, но меня наша команда поддержала, и так и начала вся эта история. Я считаю, что по этой истории можно понять, что проблема нашего общества — это то, что сексуальное домогательство считается чем-то стыдным, что дети, которым 14-15 лет, боятся рассказать о таких случаях своим родителям. Это всегда считается чем-то стыдным. Если что-то подобное происходит с девушкой, то в этом виновата девушка. И, конечно, естественно, ребёнок будет бояться говорить об этом своим родителям. Или вообще кому-то другому. Всё внутри накапливается, что-то скапливается, и выходят всякие ментальные проблемы. Как мы можем увидеть до потери личности. Человек уже отказывается принимать себя таким, какой он есть, потому что это приносит ему много боли. Поэтому, пожалуйста, давайте все рассмотрим свои взгляды на этот счёт. Начнём разговаривать со своими детьми. Вообще, первый раз я узнала, что такое. О слове harassment, то есть сексуальное домогательство, в девятом классе, когда было много историй насчёт кисло-сладкого и The Queen. Так как, наверное, многие знают, что я фанатка The Queen, я следила за ней очень давно. Но я услышала впервые это слово и поняла, насколько мы не проинформированы вообще в этом мире. Что такое происходит с нами. И мы даже сами не понимаем, что это с нами происходит. Даже пошлые шутки в неподобающих местах, вот эти вот свистки. Это всё считается за сексуальное домогательство. И я считаю, что мы, девушки, не должны такое терпеть. И даже если такое происходит, максимально пытаться помочь друг другу. Вот. Я начала работать психологом в колледже. И она сказала, чем больше ты будешь бояться, чем сильнее будешь притягивать эти ситуации. Ну и я начала стараться как-то решать эту проблему. Как-то сама лично прорабатывать. И внушала себе то, что да, всё хорошо. Что было, то было. Это очень горький, но полезный опыт. Благодаря которому я буду знать то, что нужно брать с собой что-то для самозащиты. То, что не стоит ходить куда-то одной. То, что должен быть один доверенный человек, с которым ты сможешь быть спокойна. И вообще решила для себя то, что всякие гулянки и так далее, это не моё. Вот. Но после того, как я вступила в тату-тим, впервые я поняла то, что этот страх у меня до сих пор остался во время Нового года. Да, кстати. Вначале это было очень заметно. Для меня это было непонятно вначале, как сильно... Еркежан, кстати, её зовут Еркежан на самом деле. Как она боится мужчин. Для меня это было вообще непонятно. Но я замечала, что она, если дома есть наши продюсеры или их друзья, она всегда сидит в своей комнате и не выходит. И на Новый год был такой случай. Да, в гости пришли новые люди, с которыми я вообще была незнакома. И когда я ближе к 12 начала выходить из комнаты, я вижу там новые люди, там есть и парни. Я перепугалась, просто закрылась в комнате, и мне говорят, ну Еркежан, время 12, мы должны все вместе просто взять и отметить Новый год, встретить его вместе. И я начала, просто начала рыдать, потому что я не хочу выходить там чужие люди, чужие какие-то парни, которых я даже понятия не имею, откуда они. Потому что, в принципе, я не люблю знакомиться с противоположным полом. И предпочитаю сидеть вот так немножко в сторонке. И никогда, пожалуйста, если вы встречаетесь с такой ситуацией, пожалуйста, никогда не молчите, не пытайтесь как-то решить всё самой, потому что это всё может прийти к плохим последствиям. Вы можете просто отказаться от себя и по итогу потерять то, кем вы на самом деле являетесь. Хотя это очень больно, когда вы уже не понимаете, вы теряетесь во лжи и не знаете, чего на самом деле хотите, какой вы человек. И когда вы будете смотреть свои старые фотографии, видео разные, то вы... Вам будет очень-очень сильно больно, поэтому если вы встретились с такой ситуацией, то лучше поработать то ли с психологом, то ли с психотерапевтом и рассказывайте, пожалуйста, своим родителям, потому что они не будут желать вам худшего. И если вдруг посмотрят это мои родители, то простите, пожалуйста. Они по-любому посмотрят. Я боялась рассказывать об этом, так как мой папа работал в участке. И так-то для моей же безопасности было очень много ограничений. А я маленькая, переходной возраст, я хотела гулять, играть, веселиться с друзьями. И чтобы хотя бы немного было свободы, я решила не рассказывать. Хотя если бы я рассказала папе, то это дело бы мы начали решать. Возможно. Нет, не возможно, а точно. Вот. И мне было стыдно рассказывать это папе, так как, как и Нрая сказала до этого, если парень совершает что-то плохое по отношению к девушке, то всегда виновата сама девушка. То есть она сама его спровоцировала, сама всё там как-то так не так оделась, не так посмотрела, не то сказала и всё. Ну, мы же все люди, а не звери. Я этого не пойму. Сейчас очень много мужчин, которые просто будто бы с катушек слетели, я не знаю. Плохое как, можно ли изнасилование своих собственных же детей, свой пол, я не знаю, животных. Как мы докатились до такого? И почему должны страдать другие люди? Вы же должны понимать то, что... Можно ли так говорить вообще? Но те мужчины, которые занимаются таким, которые неправильные, которые считают, что они звери, поймите, пожалуйста, вы, люди, и, пожалуйста, сохраните свою человечность. Так как на нашем месте может оказаться даже ваши, не дай бог, конечно, но могут оказаться ваши сёстры, ваши близкие, и жизнь — это бумеранг. Поэтому не совершайте, пожалуйста, такие плохие вещи. Мы не говорим, что все мужчины. Да, не все такие. Насилует какого-то зверя. Маленького ребёнка. Мужчина насилует другого мужчину. Младенца. Да, таких ситуаций очень много, и я считаю, что мы, что всё идёт с детства, что вообще, в принципе, мы должны начать с того, что мальчиков мы должны воспитывать хорошо, показывать, не только говорить, но и показывать действием то, что нужно уважать женщин. Нужно уважать не только женщин, нужно уважать всех людей, в принципе, взаимоуважение — это основа, это база, в принципе, для жизни. Люди — это социальные существа, мы не можем друг без друга. И как вы собираетесь жить в мире, если вы не можете элементарно уважать друг друга? Почему мы решили открыть маску именно сейчас? Пока я была очень травмирована, пока я очень пугалась, в то время, когда я очень сильно пугалась мужчин, девочки всячески пытались меня поддерживать, говорить то, что не все мужчины такие, не все одинаковые, как, например, на наши пальцы все же разные, точно так же. И в этом я постепенно начала убеждаться, то, что не все мужчины плохие, есть и хорошие, есть добрые, заботливые. И, поняв это, я подумала, да, наверное, я поступила импульсивно. И во время того, когда я потеряла себя, и мне было очень тяжело понять даже саму себя, когда у меня были разные панические атаки, когда я выпадала из реальности и просто неделями перед телевизором просто лежала и смотрела хоть что. Таких моментов было очень много, и в такие моменты они мне помогали и вели очень такой серьёзный разговор насчёт всего этого. И постепенно, ну, мне распахнули глаза, мне открыли глаза на этот мир, и я решила, ну, второй шанс ведь все заслуживают. Да и мне самой хотелось, чтобы я была ближе к своим фанатам и не хотела им врать. И надеюсь, очень надеюсь, что вы сможете меня понять, вы сможете понять нас, и не будете нас ненавидеть. Я очень на это надеюсь. Недавно, когда нас заблокировали, мы увидели большое количество поддержки, понимания со стороны наших фанатов, наших зрителей и всего общества. И мы замотивировались и решили открыть маску именно сейчас в надежде, что вы поймёте и поддержите нас. Благодаря нашим зрителям мы смогли разблокировать аккаунт. Спасибо вам большое за это. Спасибо. Спасибо. У нас в Сирке Жан был очень большой шип, и у нас очень много фанатов общих и фан-аккаунтов, которые создают нам очень классные видео. Изначально вообще не планировался шип, мы просто с Сирке очень хорошо дружили близко. И как мы будем снимать, типа, девочка с девочкой, ну, так как она была мальчиком, мне пришлось как-то, ну, чтобы близко не было, чтобы вы не подумали, что мы как парень и девушка, и чтобы не подумали что-то другое. Ну, короче, мы даже неосознанно на самом деле начали снимать шип, да? Мы же не планировали прям такой шип. Как-то вот неосознанно. Просто вы начали вместе снимать, и фанаты увидели между вами любовь. Да. Сначала мы просто, типа, снимали видео, а потом увидели какой-то шип, заметили это, и потом мы как-то немного продолжили. Так что вот извините то, что мы так поступили. На самом деле мы не хотели прям как-то намеренно обидеть, чтобы у вас там сердце потом разбилось, чтобы вы узнали, что это девушка. Я, конечно, понимаю то, что мой личный аккаунт вырос из-за того, что многие думали, что я парень, но я очень надеюсь, что я смогу вам понравиться и как девушка, потому что Иркеблан — это какая-то частичка меня. Как человек, который видел и Иркеблана, и Иркежана на ежедневной основе, могу сказать, что это два абсолютно разных человека, но один другого не хуже. Могу сказать даже, что Иркежан лучше, потому что Иркежан больше разговаривает, Иркежан больше улыбается, Иркежан может показать себя. Ой, подожди. На самом деле Иркежан очень болтливая, милая, смешная, эмоциональная. Иркеблан вам казался таким спокойным, милым, сдержанным парнем. Ах, кто же, подожди. На самом деле Иркежан создала эту личность, дабы обезопасить себя от взглядов мужчин, которые, естественно, в медийной сфере девушки всегда получают. Более-менее, да? Нет, более-менее. Брахмазерникара любит набор. Ничего страшного. И вот хочу вас попросить о том, чтобы вы любили себя и ни в чём себя не ограничивали. Потому что ваша безопасность, ваше моральное, ментальное, физическое здоровье, оно очень важно. И вы не должны страдать из-за окружающих людей. Поэтому, пожалуйста, заботьтесь о себе и никогда не молчите. Об этом уже второй или третий раз повторяю. Так, давайте теперь сделаем логическое заключение нашего видео. Первое. Что такое сексуальное домогательство? Это не только прикосновение, это не только изнасилование. Это могут быть какие-то пошлые шутки, это могут быть какие-то неуместные высказывания, это могут быть свист или даже какой-то косой взгляд на самом деле. Это то, что мы поняли, во-первых. Во-вторых, если вы сталкиваетесь с сексуальным домогательством, обязательно расскажите своим родителям, либо родственникам, близким, кому-нибудь. Не бойтесь просить помощи, даже если вы будете думать, что вас за это поругают, вас за это накажут. Лучше вы скажете. Потому что родители, они никогда вам не пожелают зла, как бы вам не казалось, сколько вам не было лет. Я знаю, что, возможно, вы подумаете, что ваши родители вас не поймут, но они поймут, поверьте. Они вас любят и хотят, чтобы вы были в безопасности. И только поэтому и переживают. Поэтому всегда рассказывайте всё своим родителям. В-третьих, даже если случилась такая ситуация, как Сиркежан, вы хотите поменять свою личность, вы не принимаете себя. Не делайте этого. Никогда не меняйте свою личность, потому что есть огромные последствия, есть много рисков того, что вы заработаете ещё хуже ментальные проблемы. И вам придётся работать психотерапевтом несколько лет и потратить на это кучу, много денег. Поэтому лучше не надо. И четвёртое, если вы видите, что ваша подруга, ваш друг, потому что любой человек может столкнуться с сексуальным домогательством или, в принципе, с какой-то такой ситуацией. Если вы видите, что кто-то сталкивается с такой ситуацией, помогите. Постарайтесь помочь, поддержите. Не нужно лезть советами, просто выслушайте и обнимите. Мы понимаем, что разочаровали многих на самом деле, но надеюсь, что вы поймёте и простите нас. Спасибо вам большое за поддержку. Ещё раз извиняемся за вот такую маленькую ложь и надеемся, что вы поймёте нас и сможете принять. Ведь тату-тим — это навсегда. Тату — это навсегда. Мы никогда не распутёмся, мы всегда будем вместе, чтобы между нами не происходило и чтобы не происходило с каждым из нас. Чтобы не происходило с каждым из нас, мы всегда будем вместе. Тату — это навсегда. Наконец-то вы услышали голос Иркижан. Мы этому очень сильно рады. Давайте все вместе сказать. Видели лицо, видели лицо, и скоро будет очень много контента с настоящей Иркижан. На самом деле я уверена, что Иркижан понравится больше, чем Иркибулан. Я тоже уверена. Потому что Иркибулан был скучным, безэмоциональным, просто обычным парнем. А Иркижан — это уже другая личность. Это уже бомба. Вот это вы увидите уже в наших видео. Поэтому подписывайтесь на наш YouTube, будет много интересного контента. Давайте все впервые за эти восемь месяцев скажем, все вместе вчетвером. Всем пока. Раз, два, три. Всем пока. Тату — это навсегда.